Книга «Открытым оком», 7 том, вопрос 1994. «Почему вы так настойчиво говорите о том, чтобы все мощи захоронить? Целые тысячелетия люди поклонялись мощам, и сейчас они таким массовым авторитетом пользуются?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Вы разве первый раз взяли в руки Библию? Мои ответы никогда не ищут благоволения, великих или массового мнения. Это мне совершенно не нужно даже знать. Есть Библия «Слово великого Бога моего», и я нахожу в нем единственный ответ – что делать с телами умерших? Никаких других вариантов нет. Если даже придется делать перезахоронение, перевозить мощи или кости в другое место, но и там они должны быть в землю отданы. Всякое иное толкование есть противление всемогущему Творцу, распоряжающимися живыми и мертвыми телами и душами». Бытие, 3 глава, 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и впрах возвратишься». Не в антиминцы и не в ковчежцы, не в кресты, не в мощевики, не в раки. Лука, 9 глава, 60 стих. «Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Мертвые за себя постоять не могут и не толкнут ногой посягающих на их тела, как святой Епифаний после своей смерти ударил ногой и убил, посягнувшего открыть его ноготу и посмотреть на его обрезание». Из слов Иисуса Христа можно сделать вывод, что на проповедь не выйдут православные мертвые батюшки и архиереи, доколе не оставят мертвецов. Мощами занимаются только мертвецы, но те оставлены были похоронить их, а эти мертвые академисты, и этого сделать не в силах, не могут тысячелетия погребсти тела давно умерших, которые никогда и никому не давали разрешения их терзать, расчленять после смерти. Это афонское мудрствование. Им больше нечем заниматься. Они же любят мертвые кости, целуют черепа, как у Воробьевского показано в фильмах. Во всей Библии нет даже намека, чтобы тела терзать, отрезать, отпиливать от них. Ровно 90 раз встречается слово «погребать» на страницах Священного Писания. Это 90 свидетелей будет на суде Божием против всех, кто не согласен с этим и был прямым или невольным участником этого заблуждения. И слово «хоронить» еще 102 раза подтверждает, что надо хоронить, а не выкапывать тела умерших, кто бы они ни были, называя это обретением мощей. Совершенно в обратную сторону стали работать лопаты могильщиков. Гробокопательство – смертный грех. Не говорю, чтобы каждый батюшка стал уничтожать антиминцы. Нужно это знать, сокрушаться внутри себя и добиваться, чтобы это было проведено соборно. Когда-то же эти тела будут воскресать. Непогребение всегда считалось наказанием от Бога. 2 Маковейская, 5 глава, 10 стих. Оставивший многих без погребения, он сам остался неоплаканным и не удостоен ни погребения, ни отеческого гроба. 2 Маковейская, 13 глава, 7 стих. Такую-то смертью пришлось умереть нечестивому Менилаю и не иметь погребения в земле. И весьма справедливо. Иоанна Крестителя первые ученики погребли, а спустя столетия раскопали и стали считать, что так будет лучше. Деяние, 14 глава, 12 стих. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. Лука, 16 глава, 22 стих. Умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Евреи знали о заповеди предавать прах праху, и все этому правилу подчинились, все люди на земле. Матфея, 27 глава, 7 стих. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Деяние, 5 глава, 6 стих. И встав, юноши приготовили его к погребению, и вынеся, похоронили. Мы стремимся во всем быть похожими на Иисуса и на святых. Господь был погребен, и в третий день воскрес из мертвых. Если бы Божия Матерь не была восхищена, как говорит предание, то ее тоже на части расчленили бы. При общении к святости через видимые предметы это разве заповедал Христос? Колоссянам, 2 глава, 12 стих. В Новом Завете это обыкновение, как хоронить, перешло и в церковь Христову. Деяние, 8 глава, 2 стих. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем.